Привет-привет! Вы на канале о вязании, с вами Эмили, и так как мы не видели с вами около месяца, давайте это видео будет посвящено каким-то последним новостям и работам, которые, конечно же, связаны именно с вязанием. И, пожалуй, первая новость, которую я готовила очень давно, это был очень волнительный и интересный проект, и связан он с мишками. И я наконец-то могу рассказать, что это за мишки и как их можно связать, и все дело в том, что компания Гела отмечает 20 лет, и в честь этого события они решили устроить праздник. Он будет проходить в Москве в рамках формулы рукоделия, которая идет 4 дня, и все эти 4 дня будут проходить мастер-классы, в том числе и по вязанию. И, как я думаю, вы догадались, я буду учить вязать вот таких мини-мишек в тапочках, тапочки, кстати, снимаются. И, помимо меня, также на этом мероприятии будут другие интересные блогеры. Я думаю, вы все прекрасно знаете Сашу Мун, Юлю Лодыреву, Романа и Машу Бурцеву. И мы вот такой интересной компанией соберемся на формуле рукоделия и будем учить разным вещам, которые умеем делать. Сами мастер-классы будут платные, потому что в стоимость входят все материалы для создания работ. У меня это пряжа Кати, наполнитель, крючок и все инструменты, которые потребуются для того, чтобы сделать одного такого мишку. И если вы решите принять участие, то обязательно напишите мне вконтакте, чтобы мы могли связаться, потому что количество мест, к сожалению, ограничено. Всего три места за столиком, поэтому нужно будет все обговорить заранее. И информация будет также внизу в описании, обязательно посмотрите, если вам это интересно. Следующая новость связана вот с таким лимончиком. Он не просто так, он символизирует то, что на канале уже миллион просмотров. Только представьте, миллион раз в сумме были посмотрены видео, и это какое-то невероятное число, потому что я когда начинала канал, я не думала, что вязание может настолько быть интересным. Тем более я ролики выпускаю не так часто, как хотелось бы. И этот лимончик вы тоже можете связать. Описание есть в группе вконтакте. И уже я очень рада, что появилось несколько лимончиков от вас. Мне они очень понравились, они получились все очень миленькие. Поэтому обязательно, если вы свяжете лимончики, скидывайте тоже фотографии в группе вконтакте или оставляйте ссылки здесь. Я обожаю смотреть ваши работы и иногда удивляюсь, находя их в совершенно неожиданных местах. Поэтому, пожалуйста, дайте знать, если вы вяжете, обязательно делитесь фотографиями. Я очень люблю их смотреть. Следующая новость связана вот с такими куколками. Для меня это огромный прорыв, потому что раньше я вязала самые большие, наверное, вот это кукла. И моей дочка была совсем крошечной. То есть, по сравнению с ними, эти куколки достаточно большие. И их можно уже даже сравнить с Пипю, например. То есть, вот эта девочка Пипю примерно даже одного роста. Описание на этих девочек будет, но оно будет продаваться в моем магазине на ярмарке мастеров. Но не думаю, что очень скоро, может быть через месяц или два. Сзади есть хвостики, тут ушки. У этой девочки тоже. И вот красный вариант, это уже без элементов кролика, а больше такая девочка Волита. Но мне так тоже очень нравится, у нее тапочки попроще и нет хвостика. Следующая новость связана с этой пряжей. Ну и не только. Дело в том, что такие моточки, они совсем маленькие, 25 грамм, помещаются в ладони. Они разыгрываются сейчас в конкурсе. То есть, в группе проходит творческий конкурс. И условия очень простые. Нужно связать какой-нибудь аксессуар для ручки. И вот такой набор получит победитель. И, кстати, победителя будет два. Одного, как я уже сказала раньше, выберу я. А второго мы выберем с помощью голосования. Вся подробная информация есть в группе ВКонтакте. И на время голосования группа будет закрыта. Поэтому успевайте вступать, если вам это интересно. Это были все остальные новости. Я очень рада, что смогла наконец-то вернуться к съемкам видео. У меня очень много идей. И в скором времени снова будут выходить уроки, разные обзоры. И я очень-очень этого жду. Потому что список тем накопился уже просто огромный. А снимать все это я даже не знаю, когда буду успевать. Еще поездка в Москву. И я думаю, что будет много всего интересного. Постараюсь снимать почаще. Но мы увидимся с вами в следующих видео. Я надеюсь очень скоро. Пока-пока.